Музыка Следующий вопрос задала мне Мария Климова Оля, привет! Привет! А как по вкусу и качеству продукты? С виду они очень красивые, а на вкус и качество какие? Многие говорят, что мясо на антибиотиках и вообще качество ужасное. Пожалуйста, сравни с Казахстаном. Так, ну что могу рассказать я? Насчет продуктов. Да, продуктов тут дофига. Поболее, наверное, чем в Казахстане. Ну, я имею ввиду, что как ассортимент, разновидности. Хотя, в принципе, и в Казахстане уже столько ассортиментов. Но, сейчас объясню одно. Если в Казахстане покупаешь сыр, я, например, как нелюбитель прям такового сыра, я его не ем. Ем иногда только, но... Такого, что если нет сыра, ну, в принципе, он мне и не нужен. Вот. В Казахстане я когда пробовала сыр, он практически весь на один вкус. Как бы он там ни назывался. Там, гауда, голландский, такой, 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 там... Разные названия, но они практически все на один вкус. Здесь же сыры, они все разные. Есть сыр с винограда, есть сыр с огурцами, есть такой, такой, такой... Где-то покислее, где-то послаще сыр. Где-то, ну, как горький такой сыр немножко. Здесь большая разновидность сыра, и сыр, в принципе, недорогой, как у нас там в Казахстане. Дешевый сыр не купить, потому что это не сыр, непонятно, что... Дорогой сыр тоже вроде, вроде он и дорогой, и в то же время вкуса такого хорошего прям нет. Насчет мяса, что могу сказать? Мясо действительно на антибиотиках. Это я уже поняла, потому что, если, например, смотрите, если сюда едешь в магазин наш обычный, да, то разбег в мясе огромный. Есть мясо, которое стоит 2,99, есть мясо, которое стоит 3,99, 4,99, есть 5,99, 7,99. Ну, конечно, на них бывают скидки, которые 7 бывает и за 3,99, и за 2,99. Но это в наших магазинах. Эдека, там, Альди. Такое мясо. А взять, например, как вот Саша ездил в магазин метро, где вот это всё оптом. Там, Саша говорит, там по 30 евро есть килограмм мяса. Значит, то мясо настоящее, чем это. Тем более, столько мяса они выбрасывают на полки. Я думаю, не знаю, я думаю, они будут не успевать выращивать свиней, там, коров. Мне кажется, да, оно на антибиотиках. Ну, и многие, как я вот спрашивала, что многие говорят, да, что колют, чтобы быстрее росли. А так, насчёт остальных продуктов, что могу сказать? Например, Кока-Кола, она сильно отличается от нашей Кока-Колы. У неё немножко другой вкус. С Кока-Колой тут тоже разновидностей дофига. Есть и вишнёвая Кока-Кола, и, по-моему, и клубничная Кока-Кола, и ванильная Кока-Кола. Тут много разновидностей. Так же, как и Фанта, тоже тут и лимонная, и всякая-всякая-всякая. Насчёт колбас тоже. Есть колбасы и копчёные, и варёные, всякие есть. Есть и кровяные. Есть колбасы с холодцом. Ну, всё, что, я не знаю, всё, что душе вашей угодно. И с паприкой, и с грибами. Кому что нравится. Есть колбаса вкусная, а есть колбаса, конечно, не очень вкусная. Насчёт пицц. Пиццы мне здесь нравятся, да. Они очень вкусные. Что можно как купить? Не так, как у нас. Купишь, непонятно, из чего она приготовлена, что там накидано. Тут купишь, да, там всё закинул в духовку, она разогрелась, и ты кушаешь. Насчёт ляшек курочки вот этой вот. Что мне не очень здесь нравится, то, что здесь ляшки, они как множество ляшек плохо ощипаны. Что попадаются пёрышки мелкие, что надо их ощипывать. Если же у нас, например, была газовая газплита, да, то можно было курочку опалить на газу, чтобы ничего не было, никаких волосков, то тут уже у нас электроплита, так уже не опалишь. Ну, приходится, конечно, обдирать, выдирать. Но окорочка, в принципе, они и в Африке окорочка, от наших они тоже ничем не отличаются. Так, что ещё? Ну, разные помазульки. Не знаю, мы практически их не берём, потому что то, что мы несколько раз брали, нам не очень это нравится. А помазульки у нас есть только Саша, а он как-то не старается их вообще брать, потому что несколько раз он брал и пробовал, и просто-напросто они уходили в мусор. Потому что и отдать некому. И я, например, не ем, никакие вот эти вот намазывалки на хлеб. Дети у нас тоже их не едят. Поэтому мы стараемся их брать редко. Ну, а что касается консервации, так, помидоры, помидоры я видела тут только в своём соку, так, я не видела помидор. Помидоры так, по-моему, продаются только в русском магазине. Если я ошибаюсь, подскажите, где продаются чисто помидоры, вот как у нас засоленные. Огурцы, да, огурцы мне тут нравятся. Есть в некоторых магазинах, мне не очень нравятся огурцы, а в некоторых магазинах более вкусные. Ну, у каждого, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Каждый выбирает для себя то, что он хочет. Есть вкусные товары, есть невкусные товары, но то же самое, что и у нас в Казахстане. Есть вкусная еда, есть невкусная еда. Масло тут очень вкусно, но я бы не сказала, что и у нас там плохое масло, у нас там тоже, если хорошее масло купить, оно тоже вкусное. Творог тут зернистый, я не видела зернистого творога в немецких магазинах. В основном здесь как творожная масса, она такая уже как сливками сделана, тоже неплохая. Йогурты, йогурты вкусные, есть как творожные йогурты, есть просто йогурты, есть с наполнителями, есть без наполнителей, есть с фруктами, есть без фруктов. Здесь я как поняла, что тут очень много любят с ванилью, потому что и мороженое тут дофига ванильного, и йогуртов, эту ваниль пихают чуть ли не во все продукты. Так, еще один вопрос мне задали, где же я брала спаржу? Спаржу я здесь не видела, ни в русском магазине, ни этот, многие говорят, что можно в принципе посмотреть, здесь в китайских магазинах, есть она или нет, но я не знаю, где тут в китайских магазинах можно посмотреть, в русских я не видела спаржу, спаржу мне присылала мама в посылке. Следующий вопрос мне задала Наталья Солки, я надеюсь правильно я произнесла вашу фамилию, Оля, вы всегда столько много продуктов покупаете, сколько у вас уходит денег на еду? Так, ну смотрите, мы закупаемся всего лишь два раза в неделю, два раза в неделю у нас примерно уходит, но если с тем расчетом мы всегда тратим примерно 200 евро, ну из этих 200 евро мы тратим 170 где-то на еду, на две недели, так, ну считайте, 170 и 170 это получается 340, это получается мы тратим два раза в неделю, 340, из них в течение двух недель этих мы примерно тратим ну евро 30-40 еще, ну где-то 400, 420 евро у нас уходит в месяц на продукты, ну вот смотрите, например, только для Изабель мы раз в две недели покупаем по упаковке памперсов, это получается 14 евро на две недели, плюс следующие, когда идут две недели, мы уже покупаем одну упаковку памперсов, ну вот считайте, 14 евро и еще плюс 7, это получается 21 евро уходит только на памперсы, также покупаем ей соки в садик, в течение двух недель покупаем ходим ей так соки, какие-то пюрешки я иногда беру, но в основном уже не беру я вот эти Нехип, вот эти как фирмы не беру, потому что у нас ребенок уже переведен на общий стул, когда она у нас пошла в детский сад, в детском саду там не знаю, я не видела, чтобы пюре, там вот пюре завозят вот в таких вот банках уже больших обычное пюре они едят, там нет такого что там такие баночки на каждого едят на завтрак обычное пюре соки да, соки там идут конечно детские это я ничего не могу сказать там маленькие бутылочки небольшие маленькие бутылочки детские соки но мы тоже ей даем каши она ест которые я варю а я варю и гречневую кашу и рисовую кашу и манную и пшеную пшеную они обожают ермачок так не любит гречку ест рис не очень кукурузную кашу изабель ест ермак не очень ермак вот ему нравится пшеная и все готов с утра до вечера ее кушать вот что еще могу сказать мясо покупаем считай каждые две недели курицу покупаем помимо этого грильное мясо покупаем все для гриля покупаем потому что пока лето как-то надо проводить с детками им тем более нравится грелить они бегают рядышком для них ну не знаю сами понимаете когда мы же тоже когда были небольшие ждали лето когда шашлыки мне кажется мало людей на земле которым бы не нравилось бы погрелить следующий вопрос задал мне Александр Фостик Оля здравствуйте отчего вы не покупаете все продукты в одном магазине так ну я отвечу на этот вопрос так что в некоторых магазинах есть товары вкуснее в некоторых не очень в некоторых магазинах есть товары подешевле в некоторых подороже допустим мы иногда бывает ездим в пене и потом едем в кауфланд почему мы так делаем потому что в пене фрукты намного дешевле чем в кауфланде взять допустим бананы в пене стоит за килограмм евро 5 в кауфланде стоит евро 35 если бы магазины находились как говорится далеко от нас и мы бы катались бы туда сюда то конечно на бензин ушло бы больше денег но так как мы едем всех детей развозим мы сначала заезжаем в пене приобретем там мы там обычно приобретаем фрукты иногда воду покупаем но иногда бывает молоко молоко потому что везде одинаково стоит а в кауфланде я уже предпочитаю в кауфланде брать сладости изабель там соки я только в кауфланде беру потому что в пене нет во первых такого выбора соков и в кауфланде я беру в стекле по 750 миллилитров уже не беру по пол литра потому что она быстро их выпивает это надо брать очень много тогда бутылок ей я стараюсь брать по 75 миллилитров и уже беру проверенные соки те на которых у нее нет аллергии кстати там же я тоже брала каши в кауфланде что мне еще нравится в кауфланде мне нравится колбаса в кауфланде мне нравится мясо в пене я мясо не беру в пене я могу взять курицу ну могу взять фарш также сыры мы берем в кауфланде сыры мы не покупаем здесь иногда бывает что среди двух недель мы идем подкупаем что-то но это такое мелкое поэтому мы по дороге сначала закупаемся в пене потом едем в кауфланд в пене тоже я не могу сказать что мне там все нравится то что мне нравится в пене я беру в пене то что мне нравится в кауфланде я беру в кауфланде но сейчас когда Саша наверное когда пойдет учиться на профессию я пойду на курсы будет у нас такая возможность ездить сначала туда потом туда не знаю может быть мы будем закупаться очень-очень быстро и в одном магазине поэтому загадывать не буду надеюсь у нас будет хватать времени на все так следующий вопрос мне задала Наталья Победа Оля как вы красили яйца на Пасху правда уже давно этот вопрос висит я его просто-напросто не заметила извините отвечу сейчас на него я яйца не красила на Пасху я покупала уже готовые яйца сначала я короче купила три упаковки яиц была такая радостная счастливая потом я огорчилась от того что когда посмотрела на срок годности что яйца эти почти что два месяца годны и плюс к тому что эти яйца не стоят в холодильнике они стоят просто с обычными яйцами я думаю блин что я наделала купила три упаковки и уже время было Пасхи магазин уже не работали и я не купила ни краситель ничего и как-то не хотелось мне обычно яйца красить в шелухе то я вот вечером заметила прям перед Пасхой ну потом думаю ну ладно в принципе если никто еще не отравился от этих яиц думаю ладно на эту Пасху будут яйца такие так что мы живы мы не отравились яйца нормальные были но в следующий раз конечно я буду уже яйца красить сама следующий вопрос мне задала Марина вы с такой интересной корзиной в магазин ходите у вас все так ходят так ну что могу сказать насчет корзины так ну покажу вам нашу корзину эти корзины продаются так так в дешевых магазинах вот так вот она складывается и потом вы берете вот так за ручки вот такая вот корзина очень удобно очень удобно заносить очень удобно складывать особенно мнущиеся бьющиеся вещи мы ее покупали за 10 евро они бывают 799 есть корзины дешевые по 5 евро но я не советую брать по 5 евро корзину потому что там пластмасс более гибкий она быстрее сломается сильно тяжелые вещи не положить сюда мы ложим где-то ну не знаю до 15 килограмм точно если не больше вот обычно эти корзины продаются у нас где вот лента идет и под ленты там пакеты сумки корзины есть корзины есть продаются в 1 евро в их магазинах такие вот как бочки они такие на ручках продаются типа вот как бельевые ящики только такие ящики они продаются для продуктов вот они тоже 7-8-9 евро многие ходят с сумками мы тоже ходим в корзину берем сумку берем вот такие вот сумки с такими ручками многие покупают вот такие бумажные пакеты ходят с бумажными но я думаю что бумажные пакеты они вообще не прочные неэффективные не знаю хватает только на один раз они очень быстро рвутся кто-то ходит с тряпочными сумочками кто-то ходит специальными такими есть как холодильные коробки ну холодильные коробочки как сказать сумка такая вот она идет квадратненькая есть овальные сумки они застегиваются внутрь у них идет такой серебряный вот они как холодильники как сумка холодильник кто-то с такими ходит закупаться все ходят с разными так и еще один вопросик она задала у нас трехслойная туалетная бумага стоит намного дороже это роскошь у нас это в Канаде около 7-8 долларов а так через четырехслойную бумагу я даже и не видела у нас есть и трехслойные и четырехслойные четырехслойные бумагу я не беру беру только иногда когда на нее скидка идет так нам хватает в принципе и трехслойной бумаги раньше я брала бумагу с запахом сейчас я беру вообще без запаха бумагу потому что у нас когда я брала бумагу с запахом у нас у Ермачка такая вот бывает небольшая аллергия на туалетную бумагу с запахом поэтому чтобы больше она у нас не повторилась я стараюсь брать бумагу туалетную без запаха и в принципе трехслойная бумага нормальная она не тонкая вот так что думаю что я ответила на ваш вопрос задавайте мне вопросы кому что-то если непонятно переформулируйте его я постараюсь ответить немножко по другому кто еще хотел что-то спросить спрашивайте обязательно отвечу на все ваши вопросы стараюсь я вопросы брать вот по темам если например есть какие-то вопросы которые отличаются вот например сегодня я взяла вопросы на тему продукты и все что с ними связано если какие-то будут вопросы не связаны с другими вопросами то конечно же я не буду ждать пока наберутся такие вопросы постараюсь конечно в конце какого-то видео ответить именно на ваш вопрос так что задавайте не стесняйтесь постараюсь ответить на все вопросы что знаю все расскажу все ладно всех целую всем пока-пока спасибо спасибо Субтитры сделал DimaTorzok